Здравствуйте! Наступило новое утро. Солнечное, ясное, но морозное. Обещали нам плюс один ночью, но, увы, как мы с ним и предполагали, всё перешло на ноль и даже минус. Ну, вон, на поле за ручьём, где по осени была скошена трава, образовался иней. Но надеюсь, что всё скоро стает, цветы подымутся, оттают и вновь будут меня радовать. Что-то повалило дождём. Да, и вместо росы сейчас на листьях сверкают льдинки. Как же я рада, что у меня распустила свойочная вишня. Ждала этих прекрасных розово-белых цветов, но теперь просто рада, что они не успели раскрыться. Ну, что да я бы не сливы, да им ещё цвести рановато. А значит, сохраняется хоть какая-то надежда на урожай. Хотя эта ночка тоже вроде как с плюс одним градусом, но явно может повториться то же, что и сейчас. После затевезного дождя дрова промокли, о перевозке нет речи, и что-либо копать тоже противопоказано. А потому, Висяндра, берём корзинку и идём сегодня в лес. Давненько я там не была, и за все труды, что были проведены в ближайшие дни, вполне можно себя вознаградить интересной прогулкой, которую мы сегодня явно отправимся в полном составе. Ну вот, сидит Азель подлипой, Радик принял пост лежачего полицейского на дороге, меня ожидают. Ладно, надо поторопиться. С такой компанией гулять всегда весело. Ну что, Висёнок, сегодня идём в ближний лес, ты дома не остаёшься, Бонифаци будет охранять комнату, как и весь дом. Ну, конечно, с таким стражем ничего не страшно. Да, Боня? Лев ты мой, клыкастый. Всё, быстренько приборочку, затаскиваем дровишки и водичку, сегодня опять, возможно, заморозки ночью. От души на открытый придётся протопить. И всё же, всё надо сделать побыстрее. Ну, всё, началось. Так, надо некоторое время выжидать, при общем-то ринуться вперёд, иначе тебя просто сбивают с ног. Да, уже проверено. Так, ну что, волна эйфории ильминовала? Вот теперь отправляемся. Вперёд. В леса зелёные леса, теперь уже зелёные. Ох, как же всё за эти дни изменилось. Нарядно всё вокруг выглядит. Такие яркие краски. Сияет солнце, ни одного облачка. Ох, валяющийся на мокрой травке азель. И на люпининах, вместо ине, уже капельки влаги, сверкающие на солнце. Интересно, что в лесу нас ждёт сегодня. Ну, как бы то ни было в такую погоду сидеть дома, это неправильно. Во всяком случае, что-то сделать я сегодня успею на улице, в избушке. Планов громадьё. Ну, а сейчас корзинки. А вдруг она потяжелеет? А вот и первый горибочек. Встретил меня совсем недалеко от опушки. И сейчас отправится в мою пустую корзиночку. Надеюсь, к нему кто-нибудь ещё присоединится. Мы только-только вошли. А уж чем выйдем, посмотрим. Убираюсь через свои любимые заросли, любуюсь на солнышко, пробивающийся сквозь тень ветвей, и обнаружила небольшой сюрприз. Купена. Собственно, она часто у нас в лесах встречается. Я даже несколько кустиков посадила около дома, и они замечательно разрослись. Карри опять ветка нахватала на хвост. Но здесь, по сравнению с моими, они гораздо выше. Вероятно, уже скоро зацветут. Цветочки похожи на ландыш, но не пахнут. Как играют солнечные блики на листьях. Да, подросла, подросла. Но ничего, скоро и моя будет такая же. Азель успела набегаться и устроила себе водопой. Вот, образовался водоемчик, с корнем вывернутый осиной, громадный. Шныряет карька, а Веська с Радиком куда-то убежали. Наверняка скоро появится. Вот они, Монечки. Ветреница дубравная. Очень красивые цветы, но соние. Если бы я пришла сюда попозже, наверняка бы все вокруг белело, раскрывшимися бутонами. Но сейчас полянка еще спит. Приятно, что с так же годом этих цветов становится все больше и больше. Расползаются по лесу. И Радик появился. Так, а где Веська? Ладно, посвистим. Расскакала Веська как раз тут момент, когда я наклонилась над каким-то интересным грибом. Кстати, кто на него наступил? Ну, конечно. Шкода-то рыжая. Такой грибочек был симпатичный. Похож на медузу. Ну, а рядом еще строчки. Поголовьем две штуки. Поискаем вокруг. Так, чтобы больше никуда не сматывалось. Язык по колено вывалила. Чудилка. Вот-вот и спрячь его. Время от времени попадаются с полянки копытня. Вот такая интересная растенница, которая, как и печеночница, оставила зеленые прошлогодние листья, выкинула новые и начинает свисти. Невзрачные, маленькие, но очень таинственные цветочки. Мы помчали с залающим радиком собаки, а я остановилась полюбоваться на сочевечницу. Интересненькое лесное растение из семейства бобовых. У меня такое тоже уже растет на клумбах. Вот такие вот оригинальные цветочки, которые по мере видания начинают менять цвет с фиолетового на синий. Здесь ее в лесу достаточно много, но в кущах леса она еще не расцвела. Красивое растение. Я очень рада, что прихватила его когда-то давным-давно из леса и посадила у себя. Наконец-то наступила тишина. Умолк Радик, долгое время облаивавший какую-то очередную белку и заглушавший кукушку. Так где его успела клеща поймать? Убрать подлого. Остановилась полюбоваться на смешное дупло. Похоже на смеющийся рот. Сразу вспоминаются винегорические маски трагедии и комедии. А впрочем, возможно, это больше похоже на глаз полифема. Грибов мало, просто шляемся по лесу. Гуляем, дурь с ног выбиваем. Нет, не хочется домой уходить. Верхушки деревьев раскарчиваются под порывами ветра, падают сережки с берез, хвоя, но внизу царит полный штиль. Похожу, поброжу, посмотрю на упавшие стволы. Может, что-нибудь интересненько подвернется. Уж больно вдохновил меня последний сувель, над которым я сейчас заканчиваю работать. Но это предстоит вечером. А пока наслаждаться лесом. Вот, только посетовал, что мало грибов, и тут два таких гиганта. Да, леший меня услышал. Спасибо огромное. А то действительно что-то дно картинки не прикрыло. Как-то даже неловко домой возвращаться. Хотя, мне, может, на порцию вполне хватило. Небогатым уловом, но нагулявшиеся и довольные, возвращаемся домой. Ненадолго прощаюсь с зеленеющим лесом и наверняка скоро винулся сюда опять. Не важно зачем. Просто для того, чтобы здесь побывать. На кофеек. По дороге было. А морожь, оказывается, только что причесывали. Вот теперь она сидит и ждет вкусняшки. Да, да. Чего, кофе всем наливаешь, а вкусняшки не даешь? Да. Так, ну мы кофе пьем на веранде, дай. А то я с клещами, вероятно. Морожь, а? Плохо полетела. Какие другие вкусняшки? Они мягкие, бульные. Мягкие, да. Это хорошо. Они были такие. Это просто маленькие пакеты. Те летали лучше. Они ей больше, кстати, понравились. Зато не летит. Иди, лови. Так, ну морожь. Ну, уже, да? Ну, это может быть, а вот еще один иди на улице. Все, так, морожку отсекаем. Ну, да. Вот так вот клещеватая мать пришла. Я просто утром только собрала их все. Они вот такие бодренькие бегают. Так с морожки, что ли, падли? Я, наверное. Как-то с меня. Вот такие мы все клещеносы. Здорово стоять на веранде и на все это любоваться. Нет, ну глаз не оторвать. Что при солнышке, что под дождичком все смотрится просто потрясающе. К тому же еще и кофе с доставкой. Чего у тебя новенького расцвела? Не знаю, мороженый был. Ничего не расцвела. Ну, мороз погнул вот эти виолы, но они уже нормально. Я их вышла. А я схитрила. Единственное, что я попыталась спасти, это убрала в свою мастерскую. На ночеве волосы со стола. А она нормально мороз переносит. Я вон там распустившийся орех накрывала ведром. И голубик-то собиралась. Голубик-то собиралась. Ну, сегодня повторение. Все то же самое. Я думаю, обещают через несколько дней снег с дождем. Да. Это не радует. Нет. Ну, скворцы уже чемоданы не соберут, обратно не улетят. Ай, это что, у них домик тепло. Вон мороженый нет. Что-то никто его не выбирает. Это после сегодняшнего почесывания? Угу. Оценят. Надо гнездо строить. Спустилась на несколько метров и обомлела. Нет, вообще, я хотела посмотреть, как у них кедрики... Что-то еще один клещет. Сколько ж можно-то? Какие кедрики? Кедрики с той стороны дома. Вот эти вот. А это кто у тебя? Сосинки? Ёлки голубые. Нет, вон там, которые уже посажены. А, там, ну да. Ну вот, а потом я посмотрела вот сюда и обомлела. Ёлки голубые, ёлки от лесников. Там вон пихта, которая победительница конкурса самой уродливой новогодней ёлки. Я не помню, какого года. А, потом я там два фундука каких-то каличных, забранных из магазина посадила. Вон там два. Красный фундук вот этот. Ёлочка. Две ерги еще посадила. Здесь черемуха. Веймутого сосна. И вон яблоня одна пока. Ой-ой. И сколько всего предстоит. С ума сойти. Да, скоро виды на закат у тебя не станет. Почему? Тут будут дебри. Да нет. Ну, красота. Ой, пахать тебе и пахать. Успела переодеться после леса. Вышла на улицу, как появилась леха. Алехандра наша славная. Пыталась заигрывать с бонифацием, который нежится на влажном песочке. Перекатываясь сбоку на бок. И, по-моему, пытается откопать косточки, которых там, ей-богу, быть не должно. Ну, мои красотки намерены отдохнуть, так же, как и я после скитаний, и заниматься делами вместе со мной. Надо подвязать нарциссы, поваленные дождём, немножко побороться со снытью и возвращаться в избушку, чтобы продолжить работу с Уильем. Ох, жду-не дождусь окончательной шлифовки и намерена сегодня его уже обработать окончательно. Боролась со снытью. Ну, как всегда, безнадёжно, но душу очищает. Ника пришла, грибы принесла. Ника хочется. А чего тебе спать хочется? Помню, даже больше, чем я набрала. Нашла там стопочку. Чего? Стопочку нашла, просто в лесу валялась. Кто ж в лесу? Ну, это стопочек. В лесу пьют исключительно из горлышка. Я не знаю. Всё, перебираюсь в избушку, сажусь к печке, топлю, поскольку опять заморозки ожидаются, и занимаюсь с Уильем. Всё, я заканчиваю. Сегодня льняное масло уже пойдёт. Да, уже тут почти сделала. О, ты что, она такая прикольная. И ты знаешь, это самый здоровенный осиновый Суиль, который мне попался? Осиновый или ольховый? Осиновый. Ольховый. Ольховый я вообще один маленький нашла, и всё. Да и то, на дровах, которые мне привезли. Всё. Цветочки подвязала, иву лишнюю обрезала, чтобы новая росла хорошая. И сейчас устраняюсь после снега. Чё-то они какие-то активные сегодня. Бдёт. И правильно делают. Ника отправилась отдыхать. Ну, как отдыхать? Готовиться к встрече Артёма, который сегодня приезжает. А я засела пылить. И, вроде бы, уже заканчиваю. Всё. Уже налита длиной маслица. И сейчас я уже готов к тому, чтобы убрать грязную пыльную тряпку, которая нужна лишь для того, чтобы в мягчих входили стамески и не поцарапалось изделие. И приступить к покрытию. Самое интересное. Вот любопытно, что получится в результате. Ну, сейчас это выяснится. Пока масло доходило до кондиции, я выходила на улицу. И странным образом вся толпа, все мои сподвижники оказались в избушке. Ну, вероятно, для того, чтобы разделить мой триумф. Поскольку нанесён первый мазок, и вот, каков контраст. О, да. Я предвкушаю тот момент, когда всё уже будет покрыто маслицем. И мне кажется, что действительно будет изделие, которое превзойдёт многие остальные. Ладно, продолжим. Только если никто не станет мешать. Несмотря на полное собрание в комнате, никто не мешал. Бонька поела, по-моему, опять собирается гулять. Ну, что, пойдёшь? Давай, я сейчас к тебе присоединюсь. Первый пошёл. Ты отправляешься? Ну, как хочешь. А я убрала уже масло. Немножечко осталось. И вот, что вышло в результате. Ну, сейчас не прикоснуться, не покрутить, не повертеть. Перевернул вверх тормашками. И любуюсь на узоры. Жду и дожду с завтрашнего дня, когда можно будет всё это действительно нормально осмотреть. Нет. Всё-таки древесный нарост и вещь замечательная. Но процедуру покрытия предстоит ещё не раз повторить. Потому что подобные выемки впитывают масло с бешеной скоростью. И берут достаточно много. Ладно. Это будет завтра. А сейчас самое время вылезти на солнышко. Погреться. Полюбоваться на цветы. И хотя ночь опять обещает быть заморозками. Сейчас на улице просто великолепно. Нет. Ну, что может быть лучше, чем вот так вот посидеть, погреться на солнышке, уходящем за горизонт, полюбоваться на цветы, на лучи света, которые скоро исчезнут, и построить коварные планы на завтрашний день. Ох, что он предвещает, неизвестно. Ну, ей-богу, ледь на всю эту красоту. Ну, просто не верится, что завтра опять будут заморозки. Ни к чему бы это все. Ну, нажимлость уже цветочки. Скоро ягодки должны появиться. Рябинка запушилась. Уже бутончики появились. Черемуха должна рассвести. Хотя есть такая примета. Рассветает черемуха и резко начинает холодать. Боюсь, что это все подтвердится. И завтра вновь возникнет и тени. Ну, впрочем, как знать. Увидим. И вновь выяснилось, что прогноз шуткует. И не возник. Правда, он уже начинает подтаивать на солнышке, но в тени растения поникли. О, да. Казалось бы. Как все было весело. Вчера вечером. Ну, а сейчас несколько более удурщающая картина. Все бы ничего. И я ради интереса полезла посмотреть, какая же все-таки у нас погезметивая температура. Оказывается, плюс два всю ночь стояла. Но слабо верится. И тут несчастный тюльпан, который вчера меня так радовал. Ну, полегла несчастная скопелия. Поникли нарциссы, которые я после дождя так заботливо подвязывала. И даже аквилегия опустила свои побеги. Печально. Будем надеяться, что это все вновь воспрянет. Однако в ночь на вторник обещан ноль. И грохнет минус пять. Легко. Легко, непринужденно. А это означает, что большой привет выражаю косточковых наивная, наивная вылочная вишня. Она все-таки распускает свои бутоны. И эти лепестки печально упадут. Ну что ж, не попробовать ягодок, только хоть на цветочки полюбоваться. Хотя поутру радуют отнюдь не все. Ну ничего, посмотрим, что будет дальше. Сделала зарядку и вновь пошла обследовать участок. Занесло меня, естественно, в такую погоду на солнышко. И вот около пруда в прозрачной воде я увидела нечто. Рыба. Здесь, в моем пруду. Сколько раз я сюда карасиков выпускал, а ротанчиков никого не оказывался. Да и приплыть-то неоткуда. Тут все раскопано. А когда-то достаточно широкая речка с годами превратилась в болото. И откуда здесь взяться рыбе? Ну что в таком случае надо сделать? Естественно, потыкать палочкой. Так. Ко мне направляется Веся. И, видимо, собирается принять участие в эксперименте. Так, Весяндра, чудо-чудо-диво-дивное. Сейчас скажу за прутиком. Да. Ну не для тебя. Будем проводить эксперимент. Дохлая, не дохлая. Снулая, не снулая. Но мне нужны две руки. Ух ты! Она живая. Ушла вон туда, в тень. Эх, не видно. Ну такую лапоть. Ой! Глазам не верю. Ушла в тень. Эх, не рассмотреть. Зарывшись, выл, видимо, отдыхала. Ах! Ну я богата. Ха! Карп его даем. А может, не карп, а карась? Вот откуда? Ха-ха-ха! Вот это да! Подарочек с утра пораньше. Ну надо же! Лёгкое прикосновение, и пациент оказался более жив, чем мёртв. Расскажу, Ники. Посмеёмся. Так, ну если у меня тут ещё и раки прижились, так вообще просто прелесть. Через некоторое время, утомившись пересадкой цветов, решила с собаками прогуляться по деревне. И обнаружила нечто, что сейчас заставит меня вернуться домой за ведром и за лопатой. Уж не знаю, какими судьбами, но здесь, на земле, которая разбережена экскаватором, чинившим нам дорогу, возникли нарциссы. И какие красивые! О-о-о! Так всё, я побежала. Пересадка продолжается. Вот всё-таки молодец, Ирина Александровна. Ведь была такая пораженческая мысль прихватить с собой более лёгкий совочек. А нет, что-то подсказало, что потребуется именно лопата. И интуиция не подвела. На глубине 30 сантиметров оказались ещё целые залежи луковиц. Через некоторое время ко мне присоединилась Ника, которую я занесла на растения, о которых мы с ней вчера беседовали. Не обнаружила мамашу и отправилась последовать. После звонка. Ох, как же было страшно хватать телефон грязными. Испачканными в земле руками. Ну, договорили, что несколько луковок она возьмёт к себе. А мне сейчас предстоит ломать голову, что куда. Ну, место найдётся. Маленькие клумбы резиновые. Если очень хочется что-то посадить, обязательно воткнут. Ну, стоит только голову поломать. А пока я шляла с ведром и лопатой, вновь поднялся тюльпан, как будто бы не было заморозков. Распрямилась капеллия. Ну, что предвучают будущие ночи? Ну, страшно подумать. Ну, как всегда, будем надеяться на лучшее. А сейчас предстоит продолжить посадочку. О, да. Посадка, пересадка, проведённый стрим. Время незаметно перевалило за полдень. Сгущаются облака. И как луна сияет солнце. Пора заниматься этими играми. Закончив вчера первую обработку блюда, точнее, вазы льняным маслом, я задалась вопросом, куда бы направить свои усилия дальше. И остановилась на вазе из ольхи. Вот, да. Вот это вот прогнившее изнутри ольховое полено вероятно превратится в вазу. Ну, как всегда, всё очень проблематично. А сейчас самое время взяться за пилу и топор. Попытаться придать первоначальную форму и затем надолго засесть за новое изделие. Надеюсь, что всё будет очень интересно и чем-нибудь увенчается. Хотя, как знать, ничего предполагать нельзя, но надо попытаться. Наступают праздники. радостные майские праздники. Завтра 1 мая, день весны и труда. Этот ролик выйдет как раз ко времени с тем, чтобы всех поздравить, пожелать успехов во всех начинаниях и попрощаться до следующего раза. Здоровья всем, удачи! Главное, спину берегите, если будете на грядках работать. И всё будет хорошо. Смена деятельности уже, отдых. Об этом всегда стоит помнить. А потому удачи и до встречи!